Неделю назад все заместители главы кубанской столицы и руководители муниципальных ведомств написали заявление об увольнении. Сделать такую перезагрузку в кадрах Владимиру Ивланову рекомендовал губернатор края. На недавней сессии законодательного собрания края после замечаний депутатов в адрес работы мэрии Венемин Кондратьев отметил, что команда главы города не справляется с поставленными задачами и посоветовал обновить состав. Я считаю, что вы очень достаточно умный человек. И на самом деле вы любите город. И мы с вами говорили, вы говорите, что определенные моменты были, которые я вот хотел бы, но вот делал вот так, потому что я не хочу опять-таки вдаваться, почему. Вы на самом деле патриот Коснодара, но есть те, которые не патриоты. Вот кто-то вам докладывает и вас как бы лжеориентирует, вы бы с них давно уже как бы перезагрузили или бы отправили на другое место работы. Есть правило, нам ничего не мешает быть умнее сегодня, чем вчера. Поэтому давайте просто сделаем так, чтобы Коснодар на самом деле продолжил оставаться красивым городом. Так стало известно, что исполнять обязанности первого вице-мэра сегодняшнего дня будет Александр Михеев. Его подчинение будут находиться Департаменты финансов и экономического развития, а также Управление цен и тарифов, сельского хозяйства, торговли и Управление закупок. Новым заместителем главы стала Ольга Яковлева. До этого она возглавляла Ведомство финансового контроля. Теперь она будет курировать блок вопросов по муниципальной собственности и городских земель, а также правовое управление. За архитектуру и строительство теперь будет отвечать вице-мэр Евгений Наумов. Ранее он руководил прикубанским отделением МФЦ. На своих местах в должности замглавы остается Сергей Васин, он главный по вопросам внутренней политики, Константин Семернин, отвечающий за ЖКХ. Не коснулись изменения соцблока, его по-прежнему возглавляет Татьяна Синюгина. Правда, теперь в ее подчинение переходит Управление физкультуры. До этого его курировал вице-мэр Виктор Бондарь. Теперь эта должность упразднена. Мы должны сегодня очень существенно изменить нашу работу с точки зрения очень многих вопросов и взаимоотношений с населением, и улучшением наших всех оперативных связей между службами, между подразделениями, повышением ответственности каждого. Также должностей лишились еще два вице-мэра. Это Михаил Фролов, занимавший должность первого заместителя главы, и Дина Бойченко. Теперь она возглавит городское управление по жилищным вопросам. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.